В этом видео мы отправимся на отдых за 250 тысяч долларов! Это прекрасно! Это вообще реально? И я покажу вам разницу между этим и... О, Юдипай! Думаю, ты сказала про аниме-мена, думаю, Юдипай начал коллабиться, это... Это, настала череда коллабов? Это, получается, коллаб бывшего самого популярного ютубера с нынешним самым популярным ютубером. По факту. Получается так. Классное место. Туда же вон есть сетка, которой ты накрываешься от комаров, когда будешься спать. А, о, я только хотел сказать, что плохо, что нечем от комаров закрыться, а да, вот есть же. Это стоит доллар? Смотрите. Эй, 93 цента, ты лжец. Я округлил. За доллар мы получаем кровать, но по сути это просто матрас на досках. Сломанный шкаф, светильник, который вроде как работает. О, глянь-ка! И, наконец, странные шумы с потолком. Я услышал шум. На нашей крыше живет енот. Мне кажется, что большинство людей разозлились бы, будь в их номере енот, но мы почему-то счастливы. Когда мы... Вот, значит, где сен-пай живет на самом деле. Я-то думаю, что он, наверное, вечно море фоткает? Бомж потолочный. Бомж потолочный! А как его еще назвать? Селяемся. Завтра. Помните, что... Не понимаешь, там же ж тепло, а куда? Где, блядь, деньги, говнёв? Они, это... Они где-то там, внизу. Дай их еще раз отгляну. Чего ты хотела сказать? Господи. Ну, видишь, и бомжи в холодных странах живут на теплотрассе. Ну, да. А так как это курорт, вон, пожалуйста. Ну, примерно так и выглядят домики для туриста в Адлере. Например. Только стоит не один доллар. Я, я, я сказала, в Адлере, а не в Анапе, потому что в Адлере я была, а в Анапе нет. Ты про те домики, которые у моря были? Да. Нет, там нормальные двухэтажные квартиры. Да, я шучу. Но я не удивлюсь... Там таунхаус. Да. Но я не удивлюсь, если есть что-то подобное где-то там в Сочи. В их периметре, скажем так. Только учитывая цены в Сочи, это стоит далеко не доллар. Да. 400 рублей и ночь в Адлере. Ну, мы почему-то счастливы. Когда мы выселяемся? Завтра. Помните, что далее в этом видео мы отправимся на отдых за 100 тысяч долларов и за 250 тысяч. А можно сразу переключить на этот момент? Нет. Нет. Ведь мы должны страдать, чтобы зрители сравнили наше страдание с нашим счастьем. Они любят, когда мы страдаем. Мы все должны поместиться на одной кровати? Хочешь четыре кровати? Плати 4 доллара. Во-первых, уберем песок. По-моему, он живет не на потолке. По-моему, он живет именно в этом номере. Суетолог. Он упал сверху, что ли? Да, упрыгнул сверху. Ти 4 доллара. Во-первых. Просто они шумные, а он поспать хотел. Поэтому он решил уйти. А может, он и упал? Кто его знает? Он же енот. Не, он пришел. Вон, видишь, просто пришел. Иначе мы бы его увидели сверху. Эй. Тут только что пробежал енот. Сделаю вид, что не кричал, как ты, девчонка. Далее у нас отдых, который обошелся в 10 тысяч раз дороже. Добро пожаловать на курорт цена в 10 тысяч за ночь. О, боже. Это круто. Погоди, это еще что такое? Слишком это, слишком быстрый переход. Надо было переходить сначала на 100 долларов. В этом номере есть медузы. Окей, но думаю, что это лишнее. О, а снаружи бассейн. Это частный бассейн. Разве это не похоже на сцену из фильма? Гостиничный номер с выходом на пляж. Вау. Это наш собственный пляж? Боже мой. Это невероятно. Тарик, с каких пор вода стала такой голубой? Я не знаю. На этом курорте все включено. Есть гигантская спа. А-а-а, да. Парк полный фламинго. Ой, не дерутся. Фламинго. И обслуживание без границ. Окей, чего желаете? Желаю все. Единственный минус этого места, в нем нет енота. Привет, малыш. Но я не... Я на самом деле не стала его щупать. Ну да. Потому что кто его знает, может он укусить захочет. Может он заражен чем-то. Ну да. Такой думаю, это получается, они что-то делают, чтобы фламинго у них там тусили. Прикармливают. Ну да. Очень просто. Хорошо кормят, вот они у них там и живут. Понимаешь, трудность к другому, чтобы фламинго были, а чаек не было. Ну-ка, страна. Если уж прикармливать. Пеню их за это. За 10 тысяч долларов на этом курорте каждый из нас получил собственный этаж в здании. Он абсолютно такой же, как у Джимми, только наверху. О, у меня есть гамак. Думаю, я смогу лечь в гамак и не промокнуть. Не смог. Понимаю. Йо, смотри, какой вид. Крис! Эй! Ахал! Я поймал! Три, два, один! Эй! Итак, я озвучу несколько правил. Правило номер один. В мой бассейн подушки не кидать. Правило второе. Проспитарик. А теперь о том, чем славится отель. Этот невероятный бассейн нависает над нашим личным пляжем. Почему вода не стекает за край? Столько вопросов. Это этот, как его? Блин, как они называются, эти бассейны, которые прям вровень? У них специальное название есть какое-то, я забыл. Да, но я не помню. Захотелось в Симси похожий бассейн. Что ж так? А мне захотелось попасть в такой бассейн! Ну, понимаешь, у меня мечты гораздо более скромные. Да? Я женщина такая непритязательная. Поэтому я здесь. Поэтому, собственно говоря, что буду играть в игры и убивать Буба и людей в подвале. Хороший паунд. Ощущаю себя отцом, который взял детей в отпуск и смотрит, как они плящутся в бассейне. Отдых за 10 тысяч долларов был безумным. Но не таким безумным, как отдых на другом краю света. Итак, отдых за 50 тысяч долларов в Париже. Отдых за 50 тысяч долларов начинается с частной поездки на роскошном пароме. Что это? Это двигатель? Бро, сейчас что? Тысяча восемьсот пятый? Тарик, Тарик, увеличь того чувака. Он снимает нас. Эй! Они машут в ответ. У тебя есть ютуб-канал? Что, 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 я пошел? Думаю, он не говорит на английском. В цену включена фантастическая еда. Экскурсия. Вот это удивительно, да? Человек вне Великобритании и вне США не говорит на английском. Потрясающе! Он не говорит на английском. В цену включена фантастическая еда. Экскурсия по всему городу. У меня слюнки потекли. Дуб? А, да. И роскошный номер в отеле с потрясающим видом. Романтично, не так ли? Да. Поцелуйтесь с Чендлером. И, наконец, нас ждет очень дорогой сюрприз. Парни, вы, вероятно, думаете, это отдых за 50 тысяч, а мы еще явно не потратили 50 тысяч. Ну и в чем соль? Позади вас. Там Эйфелева башня? Да. Эйфелева башня полностью в нашем распоряжении. Погоди, правда? Да. Какую часть от 50 тысяч составляла башня? Почти всю. Воу. Мы на Эйфелевой башне. Мы как будто на решителе. Нет, я не шучу. Она наша. Здесь больше никого нет. Мы можем просто пройти под лентой. Незаконно как-то. В большинстве случаев тут... Смотрите, заголовки. Мистер Бист купил Эйфелевую башню. Я чуть не сказала Эйфелевую башню. Гребаный мормок. Эйфелевую башню? Эйфелевую, да. Хочешь разместиться? Да, хочу разместиться, несмотря ни на что. Иди сюда. Да, но они еще не знают судя по всему, что в ресторане надо верхней одежды снимать. Я не уверен, что они там кушали. С учетом того, что они зачем-то до этого покушали. Ну, да. С вершины Эйфелева башни. Это нам показали, это только мельком, а я бы посмотрела, как они хорчат лягушечьи лапки. Поподробнее. Выглядит устрашающе. Казам, откройся. Видимо, отсюда же интересного не было. Кто-то этот, как его, у кого-то уфы, уфы, у кого-то уфы закладывает от того, что он на Эльфиевую башню подымается, чтобы уж все было неправильно. А кто-то мы. Нас просто колбасит от давления и слишком сильной жары, которая происходит. У меня реально опять звон в ушах усилился, походу, потому что чаще стал появляться, и меня ухо вчера звенело из-за того, что, походу, жара опять поднялась. Эй, да. Эй, еще, знаешь, вспомнила? Мой организм. Ничего не происходит, когда поднимаемся по серпантинам в Краснодарском крае. Тем временем. Тошнить, когда едем из Питера. Причем в одну из сторон только. Боже мой! Отсюда виден весь город, чуваки, это безумие. Смотри, сколько нам еще подниматься. Бро, это никогда не закончится. Не буду врать, я думал, что мы уже на вершине. Поднимаемся. Теперь мы едем наверх. В свое время это было самое высокое здание в мире. Может, вы не подпрыгнули? Нет, не двигайся. Сходите, парни, за мной. Отсюда и выше. Чего-то по технике безопасности в лифте прыгать не рекомендуется. Да. Больше лифтов больше нет, только лестница. И тут ветрено. Как же мы высоко. О, боже мой. О, мой бог. О, старик, не урони камеру. Мы на высоте более 274 метров. Это высшая точка, на которую допускаются гражданские. Но раз мы арендовали башню на всю ночь, оставался еще один сюрприз. Как думаете, что за этой дверь? Лестница. Я, что, пускай. Откуда ты знаешь? Мы видим ступени. Что? Да, там еще одна лестница. Но она ведет на самый верх, куда никого не пускают. Бог мой. Божечки. Боже мой. Нам точно сюда можно. Я не знаю. О, как же страшно. Карниз здесь доходит мне до пояса. Я держусь изо всех сил. Я прекрасно понимаю, почему сюда не пускают туристов. Мистер Бист, походу, немножко боится высоты. Ну, там ветрено, немножко пугает, возможно. Но так, по факту, что? Если ветер не сдувает тебя, то нормально. Стоит оператор с телеобъективом. Он находится более чем в километре. Если объектив достаточно хорош, то вы увидите, как мы машем рукой. Это стоит 50 тысяч долларов. Согласитесь, это круто. Это невероятно. Такой опыт бывает раз в жизни. Вы готовы? Проверь. Парни, я не знаю, сработает ли это команда, но выключите весь свет. Ого! Долго, что непоследовательно. Было бы... Ну да, типа сверху вниз, допустим. Да, или снизу вверх. Кот, наверное, это... Шерсть откашливал. Надеюсь, не напасть. Полная темнота! Эфелева башня погасла! О чем думают сейчас миллионы французов? Надо уходить с этой... Думают, что очередной богатенький чел купил вечер на башне и балуется. ...с этой башне. Я не знаю, почему они дали мне столько власти. Надо уходить с этой башни. Я не знаю, почему они дали мне столько власти. Далее мы летим в Швейцарию на отдых за 100 тысяч долларов. Но это не просто курорт. Это отель с пуленепровиваемыми окнами толщиной 5 сантиметров. Кнопкой тревоги, блокирующей все... Подождите, это отель как в Джонни Уике, что ли? Такого... Такого стиля, учитывая то, что это Швейцария. Кто знает. ...здание, и тут полно охраны, 5 сантиметров. Что я знаю в Швейцарии, это банки. Получается, то, что я знаю в Швейцарии, это ничего. ...тревоги, блокирующей все здание. И тут полно охраны, ведь в этом отеле отдыхают мировые лидеры и президенты. А тут еще и сайдмены оказались в городе, и я пригласил их с собой. О мой бог! Тут пахнет едой. У нас тут целый океан. Что? Безумие. Это самый дорогой пентхаус во всей Европе. Он занимает весь восьмой этаж. В нем десятки комнат, куча персонала, работающего круглосуточно, и повсюду безумная еда. Хочешь это? Да, попробуй это. О, да. Как вам эти парни по сравнению с вашими обычными... Это содовая была просто. ...с личными гостями. В общем, они довольно глупы по сравнению с ними. Как я уже говорил, здесь отдыхали одни из самых влиятельных мировых лидеров. Даже Билл Клинтон жил здесь. И его не убили. Тут весьма безопасно. Что касается безопасности, здесь пуленепробиваемые окна. Даже это? Пуленепробиваемые? О, боже, очень плотные. Очень прочно. Надеюсь. Я президент. Да, еще можно разместить снайперов на крыше. У вас есть свои снайперы? Хороший. Можешь вести переговор от лица канала Сайдман? Я очень постараюсь. Да, это поможет мне в переговорах. Я хотел бы купить 10%. Сколько просить пары? Ну, давай, говори. 200 миллионов, Джимми. 200 миллионов. Ладно, кнопка тревоги. Не буду врать. Я хотел нажать эту кнопку с самого прихода. Мы все согласились, что это хорошая идея. Нет. Карл, ты Билл Клинтон и чувствуешь угрозу. Нажми кнопку тревоги. Хорошо. Он нажал ее? О, подождите. Вон дверь закрывается. Подождите, мы закрыты. Барни, вы там? Это ты, Нолан? Да, и дверь как будто захлопнулась. Я отошел на секунду. Какая кнопка? Я не думала, что они настолько некомпетентны, что нажмут алярму. Ну, я думаю... Мне кажется, этого не стоит делать. Вообще шутить с безопасностью не надо. Я думаю, персонал предупрежден, что эту кнопку будут нажимать. Смысл в том, что кнопка просто не только персонал оповещает, а еще и блокирует. Правоохранительные органы, может, она тоже оповещает. Кто знает. Возможно. Ну, я же говорю, я думаю, им должно было хватить ума, чтобы был менеджер предупрежден, и чтобы все сделали для того, чтобы просто показать, как работают двери и вот эта вся блокировка именно. На самого отеля. Мне, допустим, было интересно посмотреть, как она работает. Только челик такой отошел. Да-да, интересно, как будто ты когда-нибудь туда поедешь и будешь печься о своей безопасности. А почему мне должно быть интересно только в этом случае? Просто любопытно. Ля. Я просто не люблю, когда всякие алярмы нажимают не вовремя. Как будто захлопнулось. Я отошел на секунду. Какая кнопка? Обычно, когда я паникую, что ничего не открываешь. Если вы нажмете на кнопку снова, приедет полиция и выпишет большой штраф. Больше не нажимай. Я подумал, как бы президент мог попасть, например, в Макдональдс? Увидим, как перемещаются президенты. Сюда. Оказывается, когда ты президент, нужно везде ездить со своими телохранителями. Это значит, что когда ты едешь... Ну, у нас тут целый калорий. У нас... Как нам узнать, в какую машину садиться? В третью или четвертую. В идеале, в третью или четвертую. А какая самая опасная? Первая. Нолан, тебе стоит поехать в первый. Не вопрос. Ладно. Кто хочет поехать со мной? Гарри, садись, Гарри, Чендлер. Уверен, что президент не сидит посередине. Обычно вместо вас сидят мои телохранители. Ну и так сойдет. Просто втиснись, приятель. Втиснись. Какой президент ест в Макдональдс? А у тебя окно опускается? Привет, как дела? Теперь нас могут попасть. Теперь нас могут попасть. Не верится, что мы это делаем. Оказывается, когда едешь в президентском кортеже, многие обращают на тебя внимание. Как дела? Да ладно. Ты безумие, чувак. Мне кажется, мы привлекли всеобщее внимание. Люди снимают, как будто ты президент. Это странно. Поэтому в Макдональдсе было... Не снимают, потому что он влиятель на многих президентов. Уфка. Простите. Ну, на самом деле, они могут назвать мистера биста и узнать его в лицо. Но при этом хрена не знают президента какой-то небольшой страны. А может, даже и большой. Да, точно был кот. Мышь ушла только что отсюда. Внимание на охрану. Джимми, для тебя это круче, эфелевая башня? Что происходит? Не обращайте, внимание на охрану. Джимми, для тебя это круче, эфелевая башня? Смотри, насколько вкусно идут наггетсы. Да, все места до этого были потрясающими. Но они меркнут по сравнению со следующим. Наш последний отпуск снова на другом краю планеты. И сейчас мы в Японии на отдыхе за 250 тысяч. Мы встретимся со специальным гостем, так что досмотрите до конца. Для начала мы... И спалил его сразу же. Да, у нас в самом начале. Ну да, он вообще еще в самом начале его спалил. Короче, Пьюдипай поехал тусить в Японию и... А может, он живет в Японии? А я не знаю. Я не знаю, где он живет сейчас. Я не знаю даже, живет ли в Японии Аниме Мэн. Я знаю, что Гигу живет в Японии. А возможно, Аниме Мэн тоже. Возможно. Я знаю, что... Я уже не уверена, что Гигу живет в Японии. Я знаю, что вроде как... Вроде живет. Я знаю, что вроде как Пьюдипай назвал своего сына Бьерн. Знаю это по той причине, что Велга играл с челом с ником Бьерн. Они это обсуждали. Мы забросили чемоданы. Пьюдипай, он же вроде... Судя по тому, как он белый обрысый, он имеет отношение к скандинавским... Ну да, он откуда-то оттуда. Он не Швеция и нидерал... Ну, короче, откуда-то оттуда. Редимся со специальным гостем, так что досмотрите. А, Сергей, Швец. Он Швед. Смотрите до конца. Для начала мы забросили чемоданы в самый дорогой отель во всей Японии. Какой огромный. В комнате даже эхо. А после этого нам захотелось ознакомиться с Токио. Теперь мы будем гонять на Марио-картах по улицам. Мы арендовали частные Марио-карты, на которых можно погонять по улицам Японии. Люди на нас гласеют. Они не предназначены для улицы. Сбоку от меня едут настоящие машины. Посмотрите, как много людей переходит улицу. Довольно опасно. Не повторяйте. ...пешеходный переход в мире, а мы едем прямо по нему. Ах, мы на картах Токио-карты! Бро, обожаю Японию. Сумасшедшее место. Прибыв на место назначения, мы встретились с мастером мяча Йошиоки Сумита. Он тренируется с катаной уже 26 лет. И согласился дать нам редкий урок самурайского искусства. Хорош. Каждый из нас получил по катанию, и урок начался с техники замаха. А я думал с техники безопасности. Ну, вообще, да. Я думаю, с самого начала... Это оказалось не так легко, как мы думали. Нет, это ведь покажет крупным планом. Затем была... Он слишком как-то накриво пошел. Я очередь. Парни, как вы думаете, получится? Да, да, ты сможешь. Правда, смог. Хорош. Посмотрим, как справятся парни. Сразу видно, кто смотрел много аниме. Ха-ха-ха. Прикинь, как обидно сейчас тому, кто обосрался самый первый. Да. Что я? А потом наш учитель подарил нам эту невероятную катану. Я этого не заслужил, но спасибо. А поскольку это отдых за четверть миллиона долларов, мы арендовали самого высококлассного... Я думаю, очень дорого стоил его урок. Раз он подарил катану. Я думаю, катана входила в стоимость урока. Ну, конечно. Катана как бы... Это знаешь, когда ты проходишь какие-то курсы платные, там как бы расходники предоставляют. Вот как я, допустим, училась на наращивание ресниц. Как бы понятно, что расходники-то оплачены были. Но мы суши шефа в мире вместе со всем его плавучим рестораном. Он подстаканник, но и витон. Шеф-повар готовит прямо рядом с нашим столом. Возможность увидеть мастера за работой сделала ужин одним из самых незабываемых в моей жизни. О, мой бог. Нам сказали, что можно кормить птиц тунцом. Держи, малыш. Смотрите, он поймал в воздухе. И как только мы оплатили счет... Спасибо. ...мы отправились в самое безумное место, где я когда-либо был. Ладно, за мной. Я арендовал все место. Но сперва снимите носки. По сути, это музей, но для впечатлений. О-о-о. О-о-о-о. Мурашки по коже. Мои глаза с трудом воспринимают это. Думаешь, такое видишь, когда умираешь? Возможно. А дальше что у нас? Обычно в этом месте полно народу, но мы предоставили это место. Знаешь, правда, похоже на вот эти вот, как в фильмах показывают, в аниме, места, которые ты попадаешь, когда там отрубился или в мер. Угу. Самим себе. Пожалуй, это лучшее, что мы когда-либо делали. Чувак, это рыба? Мы в бассейне, в музее играем с анимированными рыбками. Это самое удивительное занятие для отдыха. Погоди. То есть они не настоящие, они анимированные. Круто. Круто, что они не настоящие. Я думаю, блин, а вдруг на рыбу наступят? Я думаю, вряд ли. Рыбки нас окружают? Смотри. Как они поняли, что нужно окружать? Среди травмами. Они нас любят. А теперь они повсюду. Вы, наверное, проголодались. Поэтому мы сейчас в ресторане, которым управляют роботы. Что? Меня зовут Пеппер. Мы можем присесть, Пеппер? Конечно. Давайте найдем удобное место. Мы забронировали весь ресторан, поэтому кроме нас здесь были лишь роботы-официанты. Приехал робот с едой. Погодите, значит, еду доставляет робот? Удивительно, пушистый робот. Пеппер почему-то очень пристально смотрит на Чендлера. Пеппер не любит Чендлера. Рой, я тебе ничего не сделал. Убедитесь, что вы как следует наелись. Потому что завтра я арендую целый парк развлечений. И там будет Пьюдипай. И это безумие. Видите ли, у нас с Пьюдипаем давнее знакомство. Мистер Бест, я все думал, когда же ты появишься? Мы помогли ему в гонке подписчиков против канала Т-Сирис. Хватайте телефон. Да, я помню, что он гонял это, типа, была гонка с Т-Сирис. Охрененная кофта на челе. Сука, блядь. Как там Олсен говорила? А, нахуй, сука, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Да, пиздец, нахуй, блядь. На YouTube, пощайте Пьюдипай и подписывайтесь. В конечном итоге мы даже догнали его. Мистер Бест обошел меня по подписчикам. Теперь я понимаю ощущения других. Ничего страшного, он определенно заслужил тебя. И хотя мы давно дружим, мы никогда не встречались лично. И раз это такая долгожданная встреча... Я арендовал весь этот парк развлечений. Это, кстати, заебись, потому что... В неарендованном парке задолбаешься, блин, очереди ждать. Я арендовал весь этот парк развлечений. Это Фудзик Ю Хайленд. Парк с самыми страшными аттракционами во всей Японии. Каждый день тут очереди из тысяч людей. Но сегодня я арендовал весь парк только для нас. Можете кататься на чем хотите. Я еще не закончил, но он уже ушел. Я буду кататься на этих горках один. Перед вами самый крутой в мире спуск на американских горках. Тебе страшно? Да! Я доказал, что ты скажешь, что... Ты в этом все обкекалась бы, но захотела бы. Да, конечно. Самое главное, можно выложить телефон и не держать его в кармане и не бояться, что он выпадет. Самое страшное было на горках. Что, куда я его дену? Повещал отец Ютьюба. Бьютипай. Встретил нас в парке. Немного позже, чем планировалось, потому что я написал ему не то время. Прости, Феликс. И он хотел прокатиться на самой безумной горке. Почему ты боишься? Я очень боюсь американских горок. Это даже не переворачивается. Я прокачусь, если Феликс тоже поедет. Вперед! Я в ужасе. Он явно боится высоты. Если я умру на этих горках, вы, парни, будете чувствовать себя ужасно. Тут надо обувь снимать? Все, что может слететь. Вот как понять, что это не шутки. На этом аттракционе нам даже не доверяют обувь. Ты сможешь. Все будет норм. Не будет. Это мой худший кошмар. Мне страшно, страшно. Я не хочу. Ты меня пугаешь? Подойди. Главное, смотри, чтобы тебя не вырвало. Я в ужасе. А можно выбрать другую? Мы могли выбрать горку поспокойнее. Я понятия не имею, что это за горка. В одном месте есть спуск под 90 градусов. Ты меня пугаешь. А что ты меня втянул? Ты меня сюда пригласил. Но что мы не знали? Что? Нет! Что горка движется задом наперед? Вот это вот плохо. Задом наперед отвратительно. Вестибулярки тяжело. Тошнилка. Ну, опять же, все зависит от состояния этого. И, может быть, если она всегда назад, то это не так страшно. Ну, не так стремно. Ну, я не думаю, что она всегда назад. Так что, похуй, похуй, куда. Лучшие американские горки! О, боже мой! Феликс, что вы натворили? Я плачу. Лучшие американские горки! У меня слезы из глаз текут. Было бедно познакомиться, Джимми. Я пошел. Ты орал уже на первом подъеме! Что? Спасибо. Я никогда не ел жевательный картофель. Вот тебе за то, что обошел меня! Феликс, прости, что обошел тебя. Но не нужно угрожать мне насилием. Ну, не нужно угрожать невкусной картошкой. Лотых за 250 тысяч долларов! Феликс, оформишь переход? Профест. Хорош, хорош. Сабскрайб, сови, пас. Ты сериас? Вот так вот взял, облажался со временем. Как так-то? Но, возможно, он попутался во времени. Возможно, из-за часовых поясов. Спасибо за просмотр. Увидим. Продолжение следует...